Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, именно переход щиколотки туда-сюда И от этого, на самом деле, я так считаю, что в местах и всех остальных определенное время ты страдала Когда я увидел тебя еще, по-моему, не на сцене, а за сценой в Киеве, я, честно говоря, пришел в состояние шока Потому что я как бы думал, куда она отрезала что-ли что-то Расскажи, пожалуйста, куда вот столько это сказать? Там же что-то живое было? Ну, конечно, почему бы не рассказать, потому что все-таки я выступала тогда в первый раз Подготовка абсолютно другая была, конечно же Я еще раз покажу просто, что там вообще как Ну, знаете, здесь начиная от питания и заканчивая там теми же тренировками Абсолютно другой подход, тогда и опыта такого не было Я не знала свой организм Вот на самом деле изучали мой организм уже постепенно, от сезона к сезону Да, поэтому каждый раз результат новый, другой Я прислушиваюсь к своему телу, реакции на тренировки, реакции на питание Очень много убиралось из питания, потому что я сама допускала такие ошибки, как срывалась там на диете А срывалась это как-то в чем заключается? Ну, срывалась с более жесткой диеты, мне хотелось сладкого безумного Я очень люблю сладкого Я срывалась, я не понимала Мне казалось, что если я съем это, ну ничего не произойдет Ну, соответственно, сладкого там какой-то отек, воды напилась, ну вот И прекрасно, даже прекрасно такая ситуация произошла Вот, недостаточно было нагрузки в кардио, да, может быть Поэтому были, конечно, и такие недочеты Ну, слушай, ну на самом деле, давай про недочеты, как бы, с точки зрения положительных, так сказать, моментов и эмоций Вот лично для меня, как бы, да, вот, и думаю, всем будет интересно Вес-то ты все равно свой меряешь Ну, честно скажи Александр, вот не поверите, всем говорю, не меряю вес Просто я смотрю на форму, я вообще вес не смотрю На самом деле, очень большой плюс, то, что в нашей категории нет именно, есть только ростовая, да, категория, но не весовая Потому как, в связи с... Не-не-не-не-не-не-не-не, в чем плюс? Плюс в том, что я смотрю только по форме Я не смотрю, никогда не взвешиваю себя, потому что мышц может быть больше... Олечка, солнышко, я про то говорю, что первое соревнование ты была массивная Массивная, конечно Да, второе соревнование ты тоже была массивная Еще больше, я могу сказать Я была больше, наверное, на прилично, так сказать, килограммов наела, хорошо Блин, вот, то есть, блин, получается, ты, как бы, у тебя... Ну, это неизбежно Вот второй сезон, он был неизбежен Мне нужно было набирать именно мышцы Их было недостаточно То есть, объем жира был намного больше То есть... И, ну, это было неизбежно Не знаю, то есть, на мой взгляд, когда первую же фотографию я увидела У тебя уже было все хорошо, на самом деле Тебе просто нужно было достаточно просто похудеть, и все Ну вот, хотели как лучше Хорошо, а вот из этой же оперы осуждения Просто дюбку мы тебе, так сказать, платье выше колен задирать Мы тебя заставлять не будем, на самом деле Но, опять же, много споров, так сказать, среди... Парняжные Да, 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 да Много споров, так сказать, о преимуществах или недостатках Значит, есть люди, которые достаточно компетентны, с моей точки зрения Которые, скажем так, можно их назвать профессионалами Которые говорят, что это свое превосходство Превосходство Преимущество, да А есть люди, которые говорят, что Как же вы ее ставите наверх Когда у нее, так сказать, вот такая штука, так сказать, тянется от коленки Так сказать, до, так сказать, до самого верха, туда, так сказать, к животу Как же так? То есть, вот, с твоей точки зрения, что вообще? С точки зрения, я не считаю это недостатком, конечно же Мне самой, мне самой лично это нравится Понятно Поэтому несложно судить какой-то достаток, недостаток Мне нравится Поэтому решать судим, как правильно Не, ну, я, как бы, тоже считаю, что ты правильно говоришь В этом плане И следующий вопрос уже будет в просуде немножко А мы сейчас опять переключимся на Людочку Которая, так сказать, нам поведает о том, что Вот сколько внешний вид у нее образцово-показательный Круглотен В общем, как только из черных волос Как только из черных волос у нее стали белыми у нее форма одежды, форма одежды, формы тела, оказывается, примерно, так сказать, всегда в образцово-показательном состоянии. Почему так? Год, два, три, блин, сколько можно? Из-за чего? В чем, так сказать, это? В чем суть? В чем суть? Я могу здесь похвастаться. Я занимаюсь спортом с пяти лет. И, во-первых, начнем с того, что генетика. Сейчас многие, как услышат это слово, начнут смеяться и сразу ставить минус тому, что я сказала. Но, действительно, так и есть. У меня очень хорошая генетика, у меня отличнейший обмен веществ. И еще в том, что могу сказать? Обмен веществ в чем заключается у тебя? То есть ты как утка, что ли? Я кушаю очень много, я кушаю все. Я могу ночью покушать картошки, жирного, очень люблю жирное мясо, честно. Судительное, да? Конечно. Вот. И даже на диету, на сушку я сажусь позже всех. То есть, скажу к слову, когда я выступила первый сезон мой в Ставрополе, я даже протеинный язык не пробовала, честно. У меня получилось в бодифитнесе взять Россию. То есть, что, протеин прямо в вену сразу пускала? Нет. Ну, как бы это я так, ну, да, для красочности такое спастилило предложение. Ну, я тоже для красочности, да. Вот, вот. Да я спортивное питание даже не пробовала. То есть я пришла, я просто тупо на грудках. Вот. И, наверное, здесь как раз в чем дело? Дело в том, что у меня мышцы функциональны. То есть, у меня не просто я ходила в зал, не просто закачала, там, запампила. И вот, не только с помощью весов. Акробатика. С помощью акробатики, с помощью гимнастики. То есть, я с детства занималась гимнастикой. Это самый разносторонний развивающий вид спорта. Вот. И у меня вот развился такой формат. Слушай, ну, если бы я не знал, со твоих слов, что ты занималась с детства гимнастикой, я бы сказал, что ты врешь. Ну, правда. Ну, как бы это самое. Я, как бы, признаков, признаков, признаков занятий, это сказать, а, отдыха. Ну, ну, как бы сколько я не прыгала уже. Это же я же тоже не могу. Это у мужчин отличная память акробатическая. Они могут прийти и втрясать. Да какая память? Я не про память, я про компоновку тела. Причем тут прыгал, а ты не прыгал, да. Ну, что компоновка? Папа мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Так, а что там? Да, вот. Я, так сказать, меня гимнасты пытались сделать там с трех лет. Ну, поскольку я не то, что не гнусь. Я там, блин, не гнусь это еще сказывало сказать. Меня можно сломать, если это самое. Я просто все время был в теме. То есть у меня даже, я скажу так, до определенного возраста вот эти штаны мужские гимнастические белого цвета, которых раньше выступали шерстяные, у меня были, так сказать, с этой, да, с, как ее, внизу с резиночкой такие. А отца по наследству достались, я их там носил одни, вторые, третьи, бабушка их перекрашивала. Поэтому, как бы, я немножко в теме смотрел со стороны, то есть я, как бы, это, я, вот, не вижу я в тебе, так сказать. Компоновка-то тела, ну, что не так? Ну, что-то не так, понимаешь, я привык, что метр с кепки в прыжке. Я должна быть метр с кепкой и такая коренастенькая, нет. На самом деле, когда я пришла еще в детстве, там, мне уже тогда сказали, надо вам, девушка, девочка в бокс, родителям моим сказали, чтобы мне, потому что я вообще не гимнастка. Ну, как-то так получилось, вот. Захотела? Упертость, да, оказались. Захотела, было желание заниматься именно гимнастикой. Вот, ну, и, в общем-то, в этом и плюс, то, что мышцы не просто накачаны, они имеют, имеют, и, как вот, у нас. Здесь у тебя... Внешний и внутренний волокна. У меня внутренний волокна, наверное, тоже функционирующие. То есть, и, может быть, вот как раз они, и вот это все, их питает все то, что я съедаю. Соответственно, не только внешний, не только туда уходит, не только сверху. То есть, он их заливает, да, вот подкожно-жировая, там, гиподерму, да. То есть, у меня еще и внутренний... Значит, чем больше ты, чем ты больше слов таких красивых говоришь, тем больше наши зрители, основная аудитория не понимает, о чем ты. Ничего не понимает. Основное препятствие в обучении, это, так сказать, иностранные непонятные слова. Я по-русски сейчас могу тебе сказать следующее. Вот скажи, вот компоновка твоей попы, да, она, как бы, вот смотри, то есть, она больше от гимнастики, я тебе скажу, что нет. У тебя там двух наростов, которые у них обычно, так сказать, сверху, так сказать, от таза, их нету. То есть, ну, нет у тебя. Нету. Да, то есть, у тебя, на самом деле, компоновка, вот, вот, как бодифитнес, туда-сюда, то есть, поэтому я говорю, я выразил сомнения по поводу того, что ты, сказать, плюс рост у тебя, вот, такой, что в детстве ты маленькая была. Я не думаю, что вряд ли. Но и не очень большая. Я просто знаю, что у нас выгоняли, как бы, вот, все, что, так сказать, раз, чуть-чуть. Пытались, не смогли. Не смогли. Не смогли. Не пытались, я шучу. То, чтобы я была там высокой, я бы не сказала, я в группе стояла всегда где-то примерно в середине. В середине? Да. А ела ты всегда хорошо. Ела всегда как бегемот просто. Хорошо, а рацион у тебя ежедневный, на сколько количество? Я не буду про калории спрашивать, я понял, что это бесполезный вариант, что-то считать не надо. Я не взвешиваюсь тоже. Я ничего не взвешиваю. Я не взвешиваюсь, не взвешиваю пищу и не считаю калории. Я, как бы, все делаю по себе. Ну, кушу, соответственно, 5-6 раз в день, как все это делают спортсмены. А вот если сильно-пресильно хочешь есть, ты берешь и ешь, независимо находишься ты там на сушке, на диете. Нет, я не схожу сейчас уже, само собой. Я, там, чудес на свете не бывает, как говорит наш тренер Веттос. То есть я на сушке, нет, я не пренебрегаю этими правилами. Конечно, я не схожу с диетой, все стараюсь делать четко. Но в меж сезоне я могу позволить себе ночью поесть, лечь, спать, и ничего со мной не случится. То есть, как бы, я следую принципу сжигаем больше, чем потребляем. То есть, если я больше поела, но я стараюсь больше поработать. Но, само собой, работаю не до потери пульса. То есть, ну, качественно, просто качественно работаю над собой. Вот, все. Количество белка ты тоже не считаешь? Количество белка стараюсь побольше, исходя из того, что одна грудка у нас, да, один поем. Ну, в общем, если грамм, да, ну, килограмм, полторы курицы. Оля, расскажи ты, смотри, она путает следы. Килограмм, полтора курицы в день нужно съедать. Ну, конечно. Чего, килограмм, полторы курицы, филе куриного в день? Ну, конечно же, в день нужно съедать. 8 белков-10, ну, сколько влезет белка, да, яичного, нужно съедать. Ну, соответственно, углеводы уже смотрим по форме, там, либо их убрать, либо наоборот добавить, чтобы мышцы не разрушились. Ну, в общем-то, как-то... А за сроки какие-то, вот, Люда сказала, что у нее там сроки за три недели до соревнований, да? Я не говорила три недели. У нее просто меньше всего эти сроки, конечно. За восемь, за двенадцать. Сравнительно просто с остальными, насколько я могу судить, получается, что я, мне фартит в этом что-то. Фартит. А Оля, а тебе фартит? Ну, у меня тоже по-разному, смотря по форме, иногда за два месяца, за полтора. Ну, как бы не позже, не позже. Вот вы сейчас... Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.